ДИАС Махамбетов Ликвидирован крупный канал поставки синтетических наркотиков из России в Казахстан. Каков улов и сколько человек задержали полицейские? Алматинские стражи порядка поймали серийного вора, занимавшегося частным извозом. Подробности по имке в нашем выпуске. Народные гуляния, национальные угощения, традиционные песни и пляски. Айна Рафина Рипаева о том, как в Алматы отметили День единства народа Казахстана. Это культурные объединения развернули свои гостеприимные шатры. Начинаем выпуск. Восьмилетняя девочка погибла, выпав из автомобиля в Алматы. Трагедия произошла в минувшие выходные в Медеусском районе города. Информацию подтвердили в департаменте полиции. По словам водителя, во время движения дверь минивэна неожиданно открылась, и девочка выпала на проезжую часть, и он переехал ребенка. От полученных травм девочка скончалась на месте до приезда бригады скорой. Детали происшествия выясняют сотрудники дорожной полиции. Синтетические наркотики на сумму почти 10 миллионов долларов изъяли из транснационального канала «Тарас-Омск». Операцию провели сотрудники наших силовых структур совместно с российскими правоохранителями. В результате изъято 260 килограммов синтетики, задержаны 13 граждан Казахстана. При обысках места жительства фигурантов обнаружены крупные нарколаборатории. Сообщается, что наркопоток исходил из России и принимался казахстанскими сбытчиками. Выяснилось, что в числе получателей незаконного товара и другие страны Центральной Азии наркотрафик отправлялся по почте. Тем временем полицейские задержали серийного таксиста-вора, который грабил по ночам автозаправки в Алматы и Талдыкургане. По данным правоохранителей, подозреваемый совершил вооруженные налеты на две станции. Действия злоумышленника попали на видео. В обоих случаях мужчина похищал выручку, угрожая кассиру пистолетом. Несмотря на то, что он тщательно скрывал лицо под маской, стражам порядка удалось его поймать. Им оказался 27-летний житель Талдыкургана, занимавшийся частным извозом на арендованное им Toyota Camry. Сейчас подозреваемый взят под стражу. Расследование проводится по статье «Разбой». До 300 тысяч тенге могут получить казахстанцы за добровольную сдачу оружия. Выплаты начинаются от 30 тысяч. Все зависит от его вида и технического состояния, сообщил глава отдела по контролю за оборотом оружия комитета адмполиции Ассалбек Идерейсов. При этом срок выплаты вознаграждения составляет один месяц. Размер суммы определяют специальные комиссии, которые создаются в каждом органе полиции области, города и района. К оружию первой категории относятся не находящиеся в эксплуатации, либо исправной, но утратившей товарного вида оружия. К оружию второй категории относятся оружия, у которых имеются отдельные технические неисправности или дефекты, включая локально маловыраженную коррозию поверхности деталей, не препятствующих дальнейшему использованию. К оружию третьей категории относятся оружие, непригодное для дальнейшего использования и опасной эксплуатации. До 48% повысят зарплату своим работникам Самрук Казина. Сегодня глава фонда Алмас Адам Сайт Калиев заявил, что надбавку получат 248 тысяч человек или порядка 90% сотрудников. В основном повышение коснулось низкооплачиваемых должностей. При этом до конца года планируется увеличить жалования и производственного персонала четырех компаний группы фонда. Это Казатампром, Таукен, Самрук порядка 10%, Казахтелеком до 18%, Самрук Азнаундию до 15%. Понимая текущее финансовое положение компании Казпочты, мы в прошлом году 3,5 миллиарда тенге прокапитализировали компанию дополнительно, чтобы была возможность повысить заработные платы для производственного персонала. Зарплату повысили и сотрудникам нацкомпании Казмунайгаз. По словам Макзума Мерзегалиева, по сравнению с прошлым годом, оклады работников группы компаний увеличились на уровне 30%. К слову, в Казмунайгаз работают порядка 73 тысяч человек. Также наши добывающие предприятия присутствуют и в других регионах. Например, в Казлардинской области СП Казгер-Мунай 745 человек, подрядчиков почти полторы тысячи. В Актюбинской области Казахо-Лахтюбе вместе с подрядчиками практически тысяча человек. В Атравской области Эмба-Мунайгаз 5100 человек. Народные гуляния, национальные угощения, песни и танцы. В Алматы с большим размахом отметили День единства народа Казахстана. На площади Абая состоялся грандиозный фестиваль. Айяна Рафина Рикпаева посетила красочный праздник с интернациональным колоритом. Сегодня на площади Абая перед дворцом республики многолюдно и царит особо праздничная атмосфера. Алматинцы по традиции дружно отмечают этот светлый весенний праздник День единства народа Казахстана. Десятки этнокультурных объединений сегодня развернули свои гостеприимные шатры, где каждый этнос демонстрирует свою культуру и национальные угощения. Вот такой кухни национальной мы встречаем все праздники. Тут и чебуреки, тут и кобетэ, тут и бюсчклар, тут и чарчклар. В общем, все, что можно приготовить, мы готовим на этот праздник. Все-таки День единства народа Казахстана – это всеобщий праздник, это радость для нас всех, мы рады, что над нами мирное небо. Представили национальный убор мужской, называется кипа. Его мы вязали сами, наш ручной кружок. Также хлеб маца, национальный хлеб Тора, это священная книга еврейского народа. Вот картина Израиля, ее тоже мы делали сами. Ответов угощения разных этносов люди примеряли национальные костюмы, а еще фотографировались на память на каждом павильоне. К слову, мероприятие посетил Яким города Ербуат Тусаев. Как сказал на сессии Ассамблеи народа Казахстана Касанжемар Тимевич Токаев, это единство позволит нашему государству расцветать, крепнуть и быть одним из авторитетных государств в мире. Поэтому всех хочется поздравить с этим светлым праздником. Атмосферу праздника дарили выступления отечественных звезд эстрады и творческих коллективов. Известные певцы и музыкальные группы исполнили излюбленные хиты, а танцевальные ансамбли порадовали зрителей фольклорными танцами. Отметим, в этом году День единства народа Казахстана отмечается 26-й раз, начиная с 1996 года. В стране проживает больше 130 национальностей, где каждый из этносов живет в мире и согласии. Массовые народные гуляния в честь праздника состоялись во всех районах мегаполиса. Там прошли музыкальные, спортивные и выставочные мероприятия, где были показаны национальные достояния разных этносов. Наш корреспондент Айдан Анураш тоже посетила первомайский праздник и готова поделиться впечатлениями. В первый день мая Алматы заиграл яркими красками народные гуляния начались с самого утра. В каждом районе мегаполиса приготовили насыщенную и своеобразную программу. Давайте посмотрим, чем удивляли алматинцев этот добрый и светлый праздник. Праздничный концерт в Медеусском районе собрал горожан у здания Академии наук. Национальные костюмы, танцы, песни и добрые поздравления. Все по традиции, ярко, красочно и музыкально. Ну а для некоторых алматинцев этот день стал двойным праздником. В апреле месяце было стартовано эссе среди участников школ на тему Берлига-Жараскан Казахстан. В данном конкурсе приняли более 100 детей. Из них на сегодняшний день в конкурсной комиссии было отобрано 10 лучших результатов. И сегодня в честь праздника мы их наградили памятными призами, дипломами, а также сертификатами. В Паузовском районе все организовали в духе традиции. В мини-павильонах представили национальные блюда, украшения, предметы быта. Все, что делает тот или иной этнос таким особенным. Праздничная атмосфера создана творческими усилиями школьников и студентов. Здесь танцевали камажай, пели частушки и угощались кимчи. Словом, хорошее настроение было обеспечено. Участвуют студенты 20 колледжей, учащиеся 32 школ и 4 вузов. И самое главное, что сегодня в такой прекрасный солнечный день мы, взрослые ветераны, наши дети, внуки, правнуки, все радуются. Мы, ветераны вместе с молодежью, хотим построить новый Казахстан вместе с президентом нашей страны. Не менее праздничную атмосферу создали и в Бостондыкском районе. Для гостей жители мегаполиса представили творческие продукты молодых талантов. Это поделки, сувениры в народном стиле и живые картины. Словом, День Единства был символично наполнен настроением дружбы и мира. Айдана Нураш, Мурат Тайжанов, телеканал Алматы. В рамках празднования Дня Единства в Турксиипском районе города высадили 450 деревьев. Больше половины из них яблоневые. Экологическая акция прошла в парке Детский. В традиционном мероприятии приняли участие глава мегаполиса Ербулат Дусаев, а также предприниматели, общественные деятели и городские активисты. До конца года в городе планируется высадить более трех тысяч зеленых насаждений. Здесь мы сажаем яблоки, так как наша почва в Алматы, ЖТСУ и в Восточном Казахстане пригодна для посадки именно яблонь. Я считаю, что наш город неспроста так называется. Ведь именно в нашем регионе произрастала яблоня Сиверс, прародительница всех яблонь. Родители девятимесячного Умара просят помощи. У него неразвитые клетки головного мозга. По словам медиков, психическое и физиологическое развитие малыша не соответствует его возрасту. Мальчику поставили сразу семь диагнозов. Есть ли у маленького Умара шанс на спасение, расскажет дамиранитов. Маленькому Умару всего девять месяцев. И все это время он лежит в больнице. У малыша абструктивная гидроцефалия. Это значит, что ребенок рискует остановиться в развитии и даже умереть. Врач Нина Толк привел меня в свою комнату и сказал, у ребенка при рождении повреждены вены. Оттого и произошло кровоизлияние. Ваш ребенок перенес инсульт. Сказал, что тромб застыл, а голова продолжает расти. Это смертельно опасно. По словам родителей, спасти Умара может только дорогостоящая операция за рубежом. У простой семьи из рабочего класса таких денег нет. Тем более на ежедневные курсы уходит по 15-20 тысяч тенге. Пока за жизнь мальчика борются местные нейрологи. У нас проходит лечение с диагнозом абструктивная гидроцефалия после вторичного кровоизлияния. В настоящее время состояние средней тяжести. Сейчас он под наблюдением нейрохирургов, которые прописали курс лечения. Родители обращались в различные благотворительные фонды с того дня, когда узнали о заболевании. Тем не менее, этого недостаточно. Поэтому всех неравнодушных родители Умара просят помочь, выслав средства. Реквизиты указаны на экране. Дамир Анитов, Олага Тарган, Сагандых Нарыков, телеканал Алматы. Уважаемые телезрители, делиться интересными новостями вы можете, позвонив по редакционному номеру 275-2048, а также отправлять смс-сообщение на наш WhatsApp 8-775-732-88-62. На этом наш выпуск завершен. Не пропустите вечерний выпуск новостей в 19.30. Всего доброго. До встречи. Субтитры подогнал «Симон»!